Визард видео представляет Северо-газа! 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 Старuration! Все-таки! Северо-газа! Так, ну что, друзья, мы на юге Москвы, Каширское шоссе, метро Домодедовское. Адрес у нас получается генерал Белова, 18, это кинотеатр «Авангард», ну, видите, сегодня он называется культурный центр «Авангард». Сюда у меня состоялась 11 апреля 1999 года вторая вывозка в моей жизни на концерт группы «Сектор Газа». И вот сейчас вот так вот это место выглядит. Посмотрите, может, кто вспомнит, как это было очень давно. Кстати, в 96-м году, 16 ноября, Хой здесь тоже выступал. Ну, вот в 96-м году тоже были большие концерты у Юры. Вот так, друзья, выглядит это место. Каширское шоссе, метро Домодедовская улица, генерал Белова, 18, кинотеатр «Бывший Авангард», сейчас культурный центр какой-то «Авангард». Мы с вами поедем дальше в кинотеатр «Софию». Погнали. Место встречи. Изменить нельзя. Ну да, это традиция. Что на кладбище, что здесь. Ничего не меняется, ребята. Да, ничего не меняется. Поэтому, чтобы вам было комфортнее слушать, запишем звук дома. Тем не менее, мы с вами на востоке Москвы, в Измайлове. Самый благоприятный, экологически чистый, зеленый, тихий, спокойный, теплый, по-домашнему уютный и добрый район. Впереди Стелла Софии, за Стеллой новый торговый центр «София», а совсем недавно на его месте находился кинотеатр «София». Короче, здесь, в сегодня несуществующий кинотеатр «София», 11 мая 1999 года, состоялась моя третья вылазка на концерт группы «Сектор Газа». После всем вам известного и единственного, подчеркну, выступления Юры Хоя с товарищами Приваловым и Ляховым в качестве типа гитаристов на Красной площади 9 мая 1999 года. Наверное, мало кто из вас знает, но именно из-за этого мудака Алексея Привалова оборвалась фонограмма на последнем выступлении Юры Хоя 25 июня 2000 года в Лужниках. Это именно Привалов не посмотрел, не убедился в качестве записи на мини-диске. Но Юра Хой об этом, наверное, никогда больше и не узнает. Тур-менеджер, можно сказать, как Алексей Привалов, который снимает Тур-менеджер. Человек-дорог. Как же Юра ошибался. Если у вас есть какая-то информация, то, что «Сектор» выступал на Красной площади несколько раз, ну, давайте аргументы. Я не против. Может быть, но я про это не знаю. И, соответственно, после 9 мая, 11 числа «Сектор» и «Хой» выступали вот здесь, в этом кинотеатре «Софии». Это «Сиреневый бульвар», дом 31. Про «Сиреневый бульвар» пел Геннадий Викторович Жаров, певец-музыкант с шансоном. К сожалению, он недавно от нас ушел, покинул этот мир. Но, тем не менее, он записал целые две песни, посвященные району. Насколько я знаю, он и жил здесь в Измайлове. Гера Грач пил про Измайлова. Да много кто пил про Измайлову, поэтому... И сюда, кстати, на щелчок, помимо рынка Черкизон, здесь, в Измайлове, на щелчке был клуб, куда ездил Хой с Ольгой. Ольга Самарина эти события описывают в книге «Эпитафия». Можете почитать. Поэтому Хой здесь частенько бывал, кстати, в Измайлове. Чем примечателен этот концерт был 11 мая 1999 года? Если кто знает, если кто был, на этом концерте был Алексей Ушаков клавишником. То есть Игоря Никеева не было. Алексей Ушаков на то время уже в секторе не работал. Но вот на этот концерт Юра его пригласил. Почему, не знаю. Ну и напомню вам, что до 1999 года, в 1996, 13 декабря, Хой и Сектор Газа здесь тоже давали свой концерт. К сожалению, на этом концерте я еще тогда не присутствовал. Хотел бы вам напомнить, рассказать, если кто забыл или не знает, про события, которые развивались, разворачивались после концерта у запасного входа в кинотеатре. Примерно там, где машина стоит, там и находился запасной выход из кинотеатра. Короче, там был припаркован Дельцовский Volkswagen Passat белый цвет на воронежских номерах. Кто-то из находящихся около этого места кинул просто на заднее стекло машины футболку. Наркологический университет миллионов. Вот, короче, очевидцев этих событий, причастных. Если есть меня, кто смотрит, если знаете, помните эти моменты. Если вы не сильно были в дуплину пьяные, напишите. Мы с вами найдем общий язык. Мы с вами одним воздухом дышим. Напишите, нам есть о чем поговорить. Короче, пацаны, а вот это та футболка, про которую я говорил вам. Которая была на Volkswagen Андрея Дельцова. Как бонус трек, ребят. Вот такой вот свитер. Шарфы у вас у всех есть, а свитера, я так думаю, ни у кого нет. Видите, на рукавах тоже сектор газа. С задней стороны получается здесь перечисление альбомов. И вот сектор газа написано. Ну и вот хочу показать, что вот именно по этой траектории уезжали музыканты сектора на Дельцовском пассате с Сиреневого бульвара направо сюда, на Девятую Парковую. После концерта. Такая вот арочка. Говорят, надо через нее пройти. Тогда у вас будет счастье. А мы еще и дотронемся, друзья. Специально для вас, мои подписчики, зрители. Канал Вячеслав Радости. Святеро-хранитель памяти Софии. Место встречи. Измайлова. Вот такие, друзья, у меня воспоминания про это место, про кинотеатр Софии, который когда-то здесь был, в моем родном Измайлове. Ничего не поделаешь, время идет. Мы с вами сейчас, друзья, отправимся в начало моего района. Там находится ДК на Измайловской площади, дом 1, где был концерт, на который я не попал. Сейчас все вам подробно расскажу. Что и почему. Погнали! Концерт, на который я не попал, был именно в этом ДК. ДК строителей. Измайловская площадь. Дом 1. Небольшая история этих событий. Концерт этот был 22 марта 1997 года. Ну и на тот момент мне всего 14 лет. Но прикол в том, что билеты я с товарищами, с друзьями уже приобрел на этот концерт. Ну и когда, собственно, сказал родителям, отец отнесся к этому нормально. А вот мать приняла это все в штыки. Пришлось мне, значит, сдать свои билеты. Друзья, между прочим, пошли. А у меня был серьезный разговор с матерью. Тем не менее, концерт был вот в этом ДК, ДК строителей, 22 марта 1997 года. Я говорю, ни одно видео не обходится без пердунов разных, старых и вонючих. Короче, пацаны, кадра такого, наверное, не будет. Чтоб вот здесь кто-нибудь не проходил. Ну, а еще одна вылазка на концерт, который для меня не состоялся, который вообще не состоялся, по причине того, что Юра Хоя отменил его, был 15 июня 1999 года в кинотеатре «Витязь». Это метро Беляева, улица Миклуха-Маклая. Вот. Тоже история небольшая, друзья. Расскажу вам. Вот здесь вот Volkswagen Хоя стоял красный в 1997 году на задворках этого ДК. Видите, Цой жив. Надо про Хоя то же самое писать. Вот так это ДК выглядит. Ну, а ситуация была такая. Билеты на концерт в кинотеатр «Витязь» я выиграл, не знаю, друзья, ветер, не ветер, будет вам слышно, не будет. В программе «Басни» была на канале России, РТР, по-моему, канал так назывался раньше. Выиграл я билеты на этот концерт. А как выиграл, да, вопрос был такой. Какой песней группа «Сектор Газа» заканчивала свои концерты? Поставьте на паузу, ответьте сами для себя. Ну, а я вам скажу, что это песня «Когда помрешь». И я с легкостью дозвонился, выиграл эти билеты. Приехал на Шабловку. Там у них контора была. Вручили мне билеты на КПП вне торжественной обстановки. Но концерт, к сожалению, не состоялся. Это Измайловская площадь. Район Измайлова. Восток Москвы. Это ДК строителей. 22 марта 97 года. Здесь давал свой концерт Юрахой и группа «Сектор Газа». Вроде бы здесь какое-то время находился клуб «Бей копытом». Потом был клуб «Три икса» дискотечный. Ну, а сейчас, видите, здесь проходит ярмарка выходного дня на площади. А в ДК, по-моему, ничего не происходит. Осторожно, сосульки. Дотронемся, друзья, для исторического объекта. То вдруг здание снесут. Короче, мы с вами отправляемся опять в кинотеатр «Космос». Четвертая моя вылазка, которая состоялась 23 сентября 1999 года. Какие воспоминания, да? На моей памяти, наверное, единственный концерт, который прошел, наверное, не с аншлагом. Вот этот зал в кинотеатре «Космос» полупустой. Вы представляете, если он там вмещает 800 тысяч человек, плюс-минус, да? То, на мой взгляд, человек 100-200 было в зале. Я думаю, что это связано было с сериями терактов в Москве, в России. Кстати, у меня видео есть на канале. Посмотрите. Взрывы домов были на Каширском шоссе, улица Гурьянова. Про эту трагедию люди забывают, стараются забыть. Поэтому я вот снял видео, чтобы помнили. Посмотрите обязательно на моем канале, на предыдущем канале моей видеоэкскурсии. По дюшману были куплены билеты на этот концерт, опять на бельгетаж. Но и в этот раз из-за того, что людей было, зрителей было мало, бельгетаж даже не открыли. Поэтому мы все были в общем зале. Я даже, по-моему, в ряду на пятом был. Ну, там, конечно, все повыскакивали, сделали импровизированный танцпол на первых рядах. Ну, вот этим мне концерт 23 сентября 1999 года запомнился. То, что было очень мало людей. Друзья, мы с вами сейчас загоняем в славный город Реутов подмосковный, где была моя пятая вылазка на концерт группы «Сектор Газа» кинотеатр «Чайка». Погнали! Гастрольная жизнь в 2000 году для Юры Хоя и концертного состава группы «Сектор Газа» началась примерно с февраля месяца. Это были города Московской области. Город Подольск, ДК Родина. Город Электросталь, кинотеатр «Современник». Город Зеленоград, кинотеатр «Эра». И 18 марта город Реутов, кинотеатр «Чайка». Сегодня его больше, как и группы «Сектор Газа», к сожалению, не существует. Но я с вами приехал на то место, где он когда-то раньше был. Так, улица Лесная. Ну вот, значит, это место. Город Реутов. Так, ребят, ну вот, что, короче, 18 марта. 2000 год, 22 года назад. Именно на этом месте. Именно на этом месте, где сейчас находится ЗАГС города Реутово, находился кинотеатр «Чайка». И вот на этой площади, да, на эту площадь подъезжал Юра Хой. И вот на этой площадочке Хой ставил свою Нексию. Рядом стояла семерка Ляхова Константина Анатольевича теперь уже, да? Тогда он для нас был просто. Костя Ляхов сейчас Анатольевич. Сюда, значит, кинотеатр «Чайка», город Реутов, Московская область. 18 марта 2000 года, 22 года назад, состоялась моя пятая по счету вылазка на концерт группы «Сектор Газа». Кстати, спустя шесть дней после этого концерта, 26 марта 2000 года, Владимир Владимирович Путин впервые стал президентом Российской Федерации и остается им по сей день, хотел сказать, навсегда. А построен этот кинотеатр был в год от день рождения Юры Хоя в 1964 году. А вот спустя шесть лет после выступления Юры Хоя здесь в 2000 году, в 2006 году снесли кинотеатр и построили вот здесь замечательный дворец бракосочетания, ЗАГС, города Реутова. Ну что, мы с вами сейчас давайте вернемся в кинотеатр «Космос», 15 апреля 2000 года. Я вам расскажу про концерт, который переносился. Ну и шестая моя вылазка была, опять же, в кинотеатр «Космос», уже 15 апреля 2000 года. Как раз был перенесенный концерт с 8 апреля 2000 года. Все слышали, это телефонный звонок, когда поклонники звонили Юре, и он перенес. Вот как раз он уже тогда болел. Вот сюда, на прилегающую территорию, заехал Хойнанекси. Здесь стоял «Фольксваген Дельцова», сюда подъехал Хойнанекси, вот оттуда, вот сюда. Вот в эту дверь он стучал. Кадры я сейчас вам покажу. Кадры я сейчас вам покажу. Что вы хотите, все меняется, да? 23 года прошло с того времени. Вот так это место выглядит. Какие, значит, впечатления, друзья? Во-первых, Хой все свои выступления задерживал, да? Ну, это делалось, наверное, для того, чтобы собрались поклонники, фанаты, да? Чтоб не было опаздывающих. И вот уже когда... Самое большое, да, задержание концерта на час – это кинотеатр «Ереван». Я остальные не припомню, но на минут 40 стабильно Хойн задерживал. Был полный аншлаг, друзья. Кинотеатр «Космос». Сколько воспоминаний, друзья. Ладно, поехали в кинотеатр «Ереван». Покажу вам, какие события развивались там, какие воспоминания вспомним. Селигерская, 16, Ереван. Друзья, конечно, сейчас не узнаете кинотеатра «Ереван». Сейчас здесь, видите, какой парк разбили. Фонтаны, метро сделали. Селигерская. Ну, пойдемте, покажу. Вот, друзья, кинотеатр «Ереван». Сбоку мы подходим, с левой стороны. В кинотеатр «Ереван» 21 апреля 2000 года состоялась моя седьмая и последняя вылазка на концерт группы «Сектор Газа». Вот мы видим, что угол кинотеатра «Ереван». Там все переделали сейчас. Здесь, конечно, никаких построек вот этих не было, ни строений, ничего не было. Танцплощадка, видите. 21 апреля кинотеатр «Ереван». На час Юрец задержал выступление свое. Не знаю, что там за причины были. Там, кстати, в комментариях бы написали, друзья, вы же знаете, там много чего. Там, я знаю, многие следят за моим каналом. Ну, особенно вот за роликами про «Сектор Газа». Задержал концерт почти на час. И чего? Выступил. Потом они уехали на гастроли на 40 дней в Германию. А что потом? А потом конец истории. Будут только наши воспоминания и память. Нет, конечно, Юра приехал из Германии. Были выступления 15 июня, если я не ошибаюсь, в Подольске, там, дворец спорта. Праздник был 70 лет ВДВ. Ну и 25 июня малоспортивная арена «Лужников», где фонограмма обрывалась. Это был праздник московских комсомольцев. Все вы его прекрасно знаете. Вот так вот выглядит сейчас площадь около кинотеатра Ереван. Сам кинотеатр Ереван. Сейчас вам для истории также покажу кинотеатр «Волга». 22 года прошло. Мы о Юре помним. Ну, что, ребят, от Еревана кинотеатр «Волга» совсем недалеко находится. Ничего не изменилось с тех пор. Кинотеатр заброшен. Вообще, походу, законсервирован. Вот так он выглядит. Юрец здесь два раза уступал, сектор газа. Выступали. Это в 96 и 97 году. К сожалению, я еще тогда не ходил на концерты. Ни в 96, ни в 97. Я только в 99 начал посещать концерт. Ну, вот видите. Это место выглядит, как это место выглядит сейчас. Площадь перед кинотеатром. Это вот главный вход в кинотеатр. Вот история уходит. Кинотеатр «Волга». Дмитровское шоссе. Или я не помню, улица Лобнинская, что здесь. Полностью законсервировали. Забили. Железом. Ничего, конечно, время не бережет. Не хранит. Ладно, друзья, погнали дальше. Птички поют, да? Мы с вами еще на одной локации. Площадь Славы перед нами. Это юго-восток Москвы. Район Кузьминки. Сейчас здесь находится ТЦ «Высота», а когда-то давно был кинотеатр «Высота». Короче, друзья, в дополнение к нашей истории, да, чтобы вы знали, не забывали, что в кинотеатре «Высота» группа «Сектор Газа» Юрий Хо, Юрий Клинских и музыканты давали целых три концерта в своей жизни. Я напомню вам, что это были концерты первые в 1996 году, 9 ноября, в 97-м, 15 февраля и третий, тоже в 97-м году, 15 июля. Больше всего Хой и «Сектор Газа» дали своих концертов в кинотеатре «Орион» на Бабушкинской. Ну, по известным причинам, что там господин Ляхов недалеко живет. Здесь, кстати, в Кузьминках какое-то время жил я, а чуть раньше до меня Владимир Ильич. Владимир Ильич Ленин летом 1894 года в Кузьминках жил и работал над книгой. Что такое, друзья, воюю против солдат-демократов. Хуяси. Красный район, ребята. И видите, у него гвоздики. Почитают этого гандона. А наш дедушка Ленин хороший был вождь, да? Вот я не соглашусь, не соглашусь, что он был хороший вождь. Все, перестроили. Конечно, ничего уже от прошлого кинотеатра не осталось. Вот так это выглядит. Так что здесь место встречи. Можно кому-нибудь назначить свидание. Главное, чтобы голуби не приземлились на ваши головы. Как в песне Юрия Николаевича «Голубь», да? Ну или как в песне «Свидание». Короче, вот, друзья, это район Кузьминки, кинотеатр «Высота» бывший. Точнее, место, где располагался кинотеатр «Высота». Сейчас располагается ТЦ «Высота». Прикоснулись еще, да, к памяти. Еще раз, площадь Славы, район Кузьминки, юго-восток Москвы. Вячеслав Радостев, хранитель памяти. Погнали дальше, короче. Так, ну что, друзья, мы еще в одном месте, известном, знаменитом, где бывал Юра Хой. Как вы уже понимаете, это не ДК и не кинотеатр. Это, ребята, Павелецкий вокзал в Москве. Район Замоскворечки, если кто не знает, там вот Садовое кольцо. Здесь дети. Сейчас нам звук другой сделаю. На самом деле, со звуком очень сложно разобраться. Подключал и микрофон, и не микрофон. И от камеры работал звук. Но шум, гул вот этот автомобилей очень режет. Короче, ребят, Павелецкий вокзал перед нами. Сюда и отсюда в свое время приезжал Юра Хой на поезде из Воронежа. Постоянно приезжала группа, музыканты. Вадим Глухов. Приезжал Игорь Никеев. Вот. Ну и известный случай был. Все вы этот случай прекрасно знаете. Про него много раз говорили, когда Юра поссорился там, наверное, из-за финансовых каких-то разногласий с продюсерами, там, с администраторами. Какими-то в начале своего творчества. И говорит, все, я уезжаю из Москвы. А ему говорят, ну, типа, как ты вокзал найдешь? А Хой говорит, типа, а что, здесь в Москве два вокзала? Для тех, кто, друзья, не знает, до недавнего времени в Москве было девять вокзалов. В период Секторский как раз было девять вокзалов. Сейчас совсем недавно добавился десятый Собянинский, как мы его называем. Москвичи недалеко от стадиона Локомотив Черкизова. Станция метро Черкизовская. Десятый Восточный вокзал. Поэтому в Москве сейчас десять вокзалов. Напомню, в Воронеже по-прежнему один. В Воронеж с Павелецкого вокзала отправлялся фирменный поезд. Я несколько раз на нем отправлялся в Воронеж. Вечером отправление, насколько я помню. Двадцать пятый, если я не ошибаюсь, номер поезда. И, что примечательно, он один из немногих, который отправляли с музыкой. Ну, с сопровождением музыкальным. То есть, это очень круто, на самом деле, эффектно. Остальные поезда отправляются, там, проходящие в Дагестан, например. Еще куда-то в Тяжелийске, без музыки. Фирменный, двадцать пятый, воронежский, с музыкой. Правда, она, конечно, не оркестр играет, да, а в записи. Но, тем не менее, очень прикольно. Короче, это Павелецкий вокзал. Москва-Воронеж, хрен догонишь. Сюда прибывал Хой. Это тоже одно из значимых мест для нашей сегодня видеопрогулок. Это одно из мест боевой славы группы «Сектор Газа». Друзья, а вы знали когда-нибудь, что группа «Сектор Газа» и Юра Хой давали свой концерт на кладбище? Не знали? А я вам расскажу. Кинотеатр «Ленинград» перед нами. Район метро «Сокол». И это бывшее Братское кладбище. Сегодня это мемориальный комплекс героев Первой мировой войны. Оно же Братское кладбище. И, кстати, 12 апреля 1997 года, в день космонавтики, между прочим, Юра Хой и группа «Сектор Газа» давали здесь свой концерт. В 22-м году 25 лет со дня этого концерта было уже, потому что сейчас июль месяц. Вот. Ну, а вот это все территория Братского кладбища. Здесь вот по легенде, говорят, были могилы. Вот так сейчас выглядит заброшенный, законсервированный кинотеатр «Ленинград». Кстати, кому интересно, из поклонников «Сектора», да, мы сегодня как раз снимаем видео про вот это место, про Братское кладбище на «Соколе». Видео к моменту этого видео уже будет на моем канале «Хранитель памяти». Где-то примерно, посмотрите там, где-то примерно за июль месяц. Сегодня июль. Ну, и вот сейчас сниму и смонтирую и опубликую. Поэтому вот мы на территории Братского кладбища. Подписывайтесь, смотрите. Радосев вам расскажет многое. Про Москву и не только. Ладно, погнали дальше. Блядь, здесь перекрыто, тут перерыто. Ёбь, понимать, блядь. Так, ребят, ну чё, хотел... Было дело уже заканчивать наш сегодняшний репортаж. Но оказались мы с вами на Старой Басманной улице. Чисто случайно. Старая Басманная улица, дом 32. И это «Святая святых» студия, бывшая Галл Рекордс. Где, собственно, писался альбом «Восставший задом». Безумно шумно. Сейчас здесь идут, как вы видите, дорожные работы. Улучшают район. Ну вот, здесь вот происходили все творческие творения Юры Николаевича. Здание до сих пор сохранилось. Кстати, здесь недалеко Елоховский собор, про который Ольга описывает события в первой книге «Эпитафия рок-раздолбаю». Куда они с Юрой ходили, я думал, думал, думал долго, почему же они именно в Елоховский собор ходили. Оказалось, все очень просто. Елоховский собор рядом здесь находится. Туда, куда машины едут, там, в километре примерно отсюда, находится Елоховский собор. По традиции, да, в лучших, в лучших традициях. И вот там, значит, Елоховский собор, где крестили Пушкина, да. А я еще читал, когда Ольгины воспоминания, она говорит в этих воспоминаниях, что Юре нравился Елоховский собор. Он туда частенько ходил, как в церковь, да. Елоховский собор. Там, кстати, лежат мощи патриарха Алексия Второго. Сейчас, насколько мне известно, Галла Рекордс там по другой компании ходит. И находятся они вроде как в другом месте. Но еще раз подчеркну, что здание старой басманы, дом 32, до сих пор вот стоит, сохранилось. Вот здесь, в таком небольшом домике, писался альбом «Восставший задом». Вот, ну а мы с вами давайте все-таки отправимся в то место, в тот дворик московский, где Юра ставил свою «Нексию». Погнали! Так, ну что, ребят, добрались мы в тот дворик, где Юра когда-то давно парковал свою «Нексию». Почти 40 минут у нас фильм получается, да. Так никогда я своих зрителей не грузил еще. Даже больше 40 минут. Сейчас покажу это место. Ну вот примерно где вот эта «Мазда». Вот эти две «Мазды» и где «Логан». Здесь, конечно, все сейчас поменялось. Ну вот примерно у этих деревьев, деревья-то остались по-любому, Юра и ставил свою машину «Нексию». Теперь вы знаете все. С вами был Вячеслав Радостев, проект «Хранитель памяти» по местам боевой славы группой «Сектор газа». Друзья, хочу вам сказать, чтобы вы подписывались на канал, писали свои комментарии, ставили вот эти лайки или дизлайки. На этом пока, наверное, все. Бог даст, увидимся. Что-то я, ребят, час прошелся с вами по этим местам. Такая ностальгия на меня нашла. Жаль, что Юрца нет больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!